Створение интернет-портала с банком дадзиных земельных участков, утягнение господарчей обороты новых территорий, наполнение геопортала земельно-информационной системы. Сегодня у Гомеля подвели выники летней работы Головного управления землеупорядкования Гомельского облыва канкама и удокладнили задачи на этот год. Захученными дадзиными ознайомились наши корреспонденты. А мальше 13 тысяч гектаров утягнутых у оборот потенциально у родливых земель. У тым леку каля 10 тысяч сельско-гасподарших опрызнашэння. Польшасть посаджэння коллеги, якое проходець у режиме видеоконферэнцы, аналізуюца усе нюансы работы землеупорядковальной службы. За минулый год отрымалася шмат, але и проблемы застаюцца. Прыкладна кожны трэцій гектаре, які може прыносіць прыбыток, патрабоя значных капітальных укладанёв. Недзе необходна спочатку знести побудовы, недзе древы. Ещё одна проблема звязана с самими участками. Некоторые из них настолько невеликие, что сельско-гасподаршая техника сюды просто не трапить. А займаться лесопосадками нерационально. Что тышится насильництво, то летость люди погодились взять только 1% свободных площадь. Мы не можем навязать земельный участок гражданину, либо юрлицу, чтобы он его взял и обрабатывал. Это должно быть добровольное желание. Либо человека, либо юридического лица заниматься землёй. Как правило, и люди, и юридические лица хотят взять земельный участок подготовленный, качественный, то есть хорошую пашню. Кроме того, их интересует ровная конфигурация, хорошие подъезды, удобное местоположение от их центра, либо местоположение сельскохозяйственной техники. Государственные сельхозпредприятия не всегда могут в больших объёмах принять дополнительные земли, потому что, собственно, для этого нужно обеспечить наличие как трудовых ресурсов, так и техники. Разом с тем, возникающие питания, ніяким чином не отменяются головные задачи, максимальное утягнение у оборот свободных земель. В областной землёпродуктовальной службе практикуются разные варианты, у тем леку с выкористанием интернет-могчимостей. На геопортале земельно-информационной системы можно увидеть любую территорию, которая цикавит потенциального покупника. А про шатого у Гомельской области створили интернет-портал с базой даденных свободных участков. Мы создали интернет-портал, в сети интернет, который позволяет в онлайн-режиме заниматься решением тех или иных вопросов. Я скажу, что аналогов в республике подобному порталу нету, и мы там постарались сконцентрировать все направления, в том числе создали в прошлом году банк данных земельных участков. Найти земельный участок, может его там найти. В минулом году заукционов реализовано свыше 200 земельных участков, что дозволило пополнить бюджет больше как на 3 миллиона рублей. У банку даденных зараз наличивается омоль 5 тысяч участков, при том, что в Шарзе на индивидуальное жилёвое будовниство находится 2200 человек. Если мы знаем, что в условном районе застройки города Гомеля имеется спрос на земельные участки, имеется серьёзная цена на эти участки, мы там эти участки подбираем и выставляем на торги, потому что мы однозначно знаем, что они будут проданы. Если же участки могут быть не проданы, и мы видим, они там не будут истребованы, просто так мы эти документы не оформляем и на аукцион не выставляем. Сяродыншых актуальных задач на этот год – державный контроль за оховы и выкрыстанным земель, а так само наведение парадку на их. У першую шаргу гэта тычется живелогадочих объекту и прилегающих до их территорий. Плюс проведение инвентаризации радиации на небезпечных земель, які ранее были выведены сельско-сподарчика обороту. Алексей Цюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенка, Телерадокомпания «Гомель».